Что происходит в Нагорном Карабахе, это величайший позор, позор большей силы мира. По сути, заблокированное население, женщины, дети, старики, умирает от голода, теряет сознание, нет элементарных продуктов питания, доказания медицинского здравоохранения. Что касается позиции Азербайджана, то тут все понятно. Вещет преднамеренная подготовка к геноциду армян Нагорного Карабаха. Нетрудно представить, что они хотят, заблокировав, довезя до изниможения населения, последний захватив этот регион, начнется в лучшем случае их просто выталкивать за пределы Карабаха, с последующим уничтожением храмов, кладбищ и все такое прочее. Дикое варварство. Как на это реагирует мир? Да никак не реагирует мир. Все живут своими интересами. Что касается позиции руководства Армении. Руководству Армении пора понять, что никто на помощь особо не придет. Ни дядя из Вашингтона, ни дядя из Брюсселя, ни дядя еще откуда. Никто не придет. Надо подумать самим о собственной национальной безопасности. Уже на полном серьезе в Азербайджане разуждают, как Армения в бывшей стране, а ныне как территории так называемого западного Азербайджана. На самом высоком уровне говорят, что якобы армяне там пришлый народ. Хотя армяне там жили тысячелетия. А вот кто пришлый народ, так это понятно кто. Пора заняться военной и национальной безопасности руководства Армении. Экономика хорошо, много туристов, драм кричает. Армения в транзитная страна и все такое проще для России. Все нормально, все хорошо. За ощущением одно. Но когда вы начнете создание своей сильной армии? Не хватает раскадров. Обратитесь к армянским диаспорам. Многие придут, помогут, создают дееспособную армию, способную стоять от себя. Пока сам армянский народ не отстает себя, никто к вам на помощь не придет. Это полностью вина за Нагорный Карабах также лежится на руководство Армении. Хватит делать вид, что это вас не касается, что завтра дядя вам какой-то поможет. Дядя никому не помогает. Дядя сам о себе думает. Что касается российских миротворцев, то ну что я могу сказать? Политика Азербайджана по отношению к российскому народу преднамерена. Дискредитация миротворцев, показать, что миротворцы там не играют какой-то главной роли. Азербайджан давно уже хозяина поменял. Хозяин в Анкаре, в Турции. Азербайджан, по сути, застал участие в Турции. Ну когда азербайджанская армия переходит на стандарт турецкой армии, страны НАТО, ну что дальше-то говорить? Да еще нечего говорить. И в России пора тоже задуматься о своей политике на Южном Кавказе. Где у нас союзники? Где нет союзников? Хватит играть. Там, друзья, там, друзья, там, друзья. Там позвоним, там позвоним. Нет, так уже не пойдет. Нельзя России уходить с Южного Кавказа. Тогда мы получим серьезный плацдарм антироссийский на юге России. С тяжелейшими для наших последствий. И вся эта дуга напряженность перетянется от севера запада, со Скандинавии, значит, и до Южного Кавказа, с учетом Черноморского побережья. Это что такое? Может, пора заняться этим делом? Люди, которые не способны решать эти задачи. Нужно менять, проверить кадр-ротацию. Хватит сидеть годами и ничего не делать.